Приветствую всех на нашем канале! Сегодня у нас будет вторая часть распаковок товаров с Алиэкспресс И сегодня нас ждет аж 14 различных посылок Давайте же посмотрим, чем мы закупились Итак, у нас здесь куча всего-всего Кое-что я уже распаковал Но давайте начнем с того, что распаковал первый У нас идет вот такой вот светильничек красивый Он работает от батареек Просто здесь такой батарейный модуль Здесь у нас три пальчиковые батарейки обычные И мы его включаем Да, такой красивый Он как бы будет идти как ночник Или просто как какой-то дополнительный светильничек Он мне очень нравится Но, конечно же, минус в том, что он работает на батарейках Это такой себе плюс и минус Потому что он переносной Можно носить, но батарейки быстро заканчиваются Это минус Ну, посмотрю, может что-то придумают Там на USB, например, переделаем Так, давайте пойдем дальше Что у нас еще есть? Ну, давайте из больших пойдем Так, у нас здесь браслеты Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 Мы заказывали две штуки Один мне, один на шине И здесь мы заказывали, получается, комплект В комплекте у нас еще по одному ремешку идет И комплект защитных стекол Стекол Ну, как-то так Вот такие браслетики И давайте посмотрим Сам браслет Как выглядит Здесь еще одна упаковка Здесь у нас зарядный кабель есть Это у нас тоже коробочка Коробочка, ну и сам браслет получается Так, вот такой вот у нас браслетик Ну, давайте сразу его оденем Потом подключим к телефону И я все ношу, кстати, на правой руке Потом подключим к телефону И посмотрим, как он работает Кому интересно Если что Кучу обзоров на этот браслет Можно найти просто в интернете Так, это были наши браслетики Давайте мы их отставим На подоконничек Пойдем дальше Так, дальше у нас А, это набор Это мерный набор на кухню Здесь у нас есть различные меры И чтобы не думать, не гадать А сколько там нам нужно Насыпать, чего У нас здесь все написано Там, допустим, 5 мл Самая большая 15 мл И самая маленькая 0,75 Ой, так торбанит Так, это вторая наша посылочка Это выбрасываем Это прячем Цветельничек, кстати, красивый Так, ну, здесь у нас поменьше Давайте смотреть Так, здесь у нас ожидает Набор флюсов Это флюсы по Кстати, непонятно, как там написано 20-50 мл Это флюсы для того, чтобы паять Аккумуляторы вместе Потому что Они обычно флюсы не паяются Так, ну, вот так он выглядит Здесь все по-китайски написано Ничего не понятно И как-то непонятно, почему 20-50 мл Сколько там в действительности Ладно, будем пробовать Паять батарейки Тогда посмотрим Их, да, два штучки Так, одну посылку я уже до этого распечатал Это у нас набор Osmo Pocket Extension Kit Это для камеры Osmo Pocket Или Osmo Pocket Как говорит Так, что у нас здесь У нас здесь расширение к камере Здесь, кстати, должна быть одна база Но она уже используется в камере Выглядит она примерно следующим образом Вот такая Это Wi-Fi модуль И по сметительству Это обычная подставка Еще у нас здесь есть для управления Осями дополнительный модуль И дополнительный модуль крепления Можно, то есть, как какую-то GoPro Крепить ее куда-то И еще как подарок Флешка на 32 гигабайта в подарок Эту штучку я, конечно же, мог купить и в Литве И не заказывать Но благодаря Китаю И не знаю, почему так Поскольку этот набор, он все-таки оригинальный Это не какая-то там поделка Это оригинальный набор Он обошелся в два раза дешевле Чем заказывать оригинальный на одном из литовских сайтов Ну или вообще-то где-либо там Магазины, которые специализируются на таких штучках Так, и этому набору я очень рад Что у нас дальше? Дальше у нас идет набор для ремонта очков Его вы уже раньше видели Потому что я не дождался Оспаковал раньше и отремонтировал свои очки Это вы можете посмотреть по вот этой ссылке в описании Это будет один из наших блогов Такс, давайте перейдем к следующей посылке Это еще одна очень такая посылочка, которую я ждал Набор для диагностики автомобиля Обком Обошелся он мне что-то в 12 или 13 евро Очень нужная штучка, если вы умеете и хотите сами диагностировать свой автомобиль То есть вы можете считать ошибки И, допустим, если у вас нет круиз-контроля Вы можете его поставить и подключить с помощью этой программы То есть это такой себе практически официальный набор Ну, он не официальный, он китайский И, ну, можно довольно много денег сэкономить на диагностику Его мы обязательно проверим отдельно Такс, там у нас такая кладовочка получается Ну, давайте дальше Это мы еще не вскрывали Открывали Угу 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 Для мыла Ну, будет прикольно Мне понравилось Я решил заказать Интересно, немножко мне снимается? Нет, немножко не снимается У меня вся цельная лита Ну, такое себе мини дополнение ставим его с нами. Пусть участвуют в видеоролике. Прежде всего он будет видно. Такс, ну давайте дальше. Это я тоже еще не открывал, даже не знаю, что тут. Ну как бы догадывались. Это у нас защитная клеенка на заднее сиденье. Если кому-то нужно, я думаю, штука пригодится очень сильно, чтобы когда кто-то сзади садится, обычно там пачкают сиденье, ногами вверх поднимают. И ужас не люблю, люблю чистоту, поэтому заказал одну штучку. Попробуйте, если понравится, закажу еще и на второй сиденье. Перейдем дальше. Этот набор я уже раньше заказывал, на этот раз заказал сразу два набора. Это такая пленка, водоотталкивающая пленка на зеркала заднего вида. Протестировал я эту пленку на Рено еще осенью, и я был от нее без ума. Стекла, зеркала всегда чистые, дождь, туман, не надо включать подогрев, они всегда чистые, это замечательно. Меня теперь стало бесить не то, что зеркала в воде, а то, что боковые стекла в воде. Потому что зеркало все идеально чисто, боковое в воде, и ты начинаешь беситься. Поэтому нужно еще какую-то, что-то похожее этой пленке заказать, но побольше. Где-то там, не знаю, 30 на 30 сантиметров, чтобы прям вклеить на боковое стекло. И тогда будет вообще идеально. Поэтому вот эти пленки я рекомендую. Идем дальше. Идем дальше. Еще одна маленькая посылочка. Не хочется случайно что-то разрезать. Ой. Так, что-то я не то распаковал, не распаковывается. Ага, это одна из текстур, которая в прошлый раз ко мне не дошла. Светоотражающие наклейки, я их специально заказывал, и их можно приклеить на двери. То есть, когда вы ночью открываете двери, и у вас там нет нигде подсветки двери, вот это хорошая штука. То есть, кто-то едет и с светом фар освещает вот эти наклейки. Тоже опробуем, посмотрим, как они хорошо отражают ночью. Давайте их сюда положим. Так, все. Потарки никакого нету. Еще такого. Ничего нету. Ну, теперь к более большим посылкам перейдем. К одной. Это свет. Еще один дополнительный свет. У нас есть один свет большой, который сейчас светит, но я заказал и дополнительный. Это круг вот такой. Сюда можно еще дополнительные крепления подцепить и прямо в центр поставить телефон или камеру, на которой вы снимаете. Ну и, соответственно, все это можно прикрепить на какой-то штатив с помощью резьбы. Давайте сейчас подключим его. Так, это все упаковка. Здесь больше ничего нет. Давайте подключим его, и я покажу, как он светит. Работает он от обычного USB. Ну, по качеству это, конечно же, китай. Пластик, я не скажу, что он прям очень-очень-очень хороший. Здесь пластик как бы на ощупь улучшен намного, чем здесь. Ну, ладно, это светильник, и главная его роль – их нужно светить. Так, здесь у нас загорается... Так, что-то здесь запутал. Так, ну ладно. Здесь у нас есть вот такой вот индикатор. Давайте будем на него нажимать. Опа, приготовились. Опа. Так, это яркий свет белый. Это выключить... А, так. Здесь, вот. А, вот это белый свет получается. Вот это желтый свет. Вот это смеси белый и желтый. Нет, мы можем управлять яркость. Вот. Самая маленькая яркость. И опять переключаем режим. И самая большая яркость. Так, что скажете? Вот так примерно это должно выглядеть. Не знаю, я конечно же не вижу, потому что экран на камере выключен. Ну, я думаю, все интересно. Обязательно мы это попробуем в Инстаграме. Поэтому не забывайте подписываться на Инстаграм также. Там, как бы сказать, маленькие бэкстейджи будут. Ладно. Со светом мы закончили. Тучка прикольная. Отпьем, пожалуйста. Давайте еще посылочки. Угу. 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 Наконец-то пришел еще один свет. Но он не такой, как прежний. Так. Это тоже подсветка. Ее можно повесить по всему там периметру, по всей комнате. Но прежний у нас был с переключателем режимов. Этот просто USB, поэтому нужно проверить заказ. И примерно вот так он светит. Да, он не сильно ярко, но в темноте прикольно. И здесь, как бы, такой материал, как проволочка тоненькая. Ну, прикольно. Так, ладно, давай мы тебя оставим здесь. Все светится, там светится, здесь светится. И это у нас уже последняя четырнадцатая посылка. Так, быстро. Открываем. О-о-о. Освежитель в холодильник. Вернее, как бы, удалитель с запахом, как бы сказать. Так. Как же он выглядит. Что-то он такой огромный. Не ожидал, если честно. Так. Они его что, приклеили там? Да, они его как-то приклеили. Вот, примерно вот такой. Там у нас в середине какая-то штучка. Так, так, так. Сейчас мы это берем в середине. Так, ну да. Это у нас просто коробочка получается пластиковая. Мы можем повесить где-нибудь в холодильнике. И здесь у нас сам элемент, который будет поглощать различные запахи. Кстати, он совершенно не пахнет. Ну, это тоже будем пробовать, тестировать и посмотрим, что из этого получится. Так, нужно его закрыть, конечно же. Так. Все. На этом, пожалуй, наша распаковка заканчивается. Еще хочу сказать несколько слов, потому что я часто спрашивали про как заказываю, как возвращает и так далее. За все время я заказал уже, наверное, больше 50 посылок из Китая в Литву. Все они были до 80 евро стоимостью. Максимальная стоимость была 80 евро. Из всех посылок мне не дошла только одна. Это были в прошлый раз такие же вот наклеечки. Они стоили что-то там евро. И я просто не стал заморачиваться и писать. Поверните деньги, еще что-то там. Просто как-то и забыл, и прошло все это. Все остальные посылки дошли. Самая большая посылка это был освежитель воздуха. Вот такой огромный, ксиомовский. Он пришел вообще очень быстро, что-то за 6 дней. Кстати, быстрее всего посылка дошла за 6 дней. Дольше всего посылка шла примерно 60-65 дней. Доставляют их в основном в LP-экспресс. Вот эти почтоматы там забирают. Иногда забирают в амниве. Иногда прям бросают в почтовый ящик. Конечно же, если лазят. И еще один из вариантов. Это присылают смс-ку прийти в какое-то почтовое отделение и там забрать. Проблем нет. Как-то, не знаю, дешевле. Дешевле, чем в Литве, пока не знаю. Мне написали, что есть на горюной рынке какой-то китайский магазинчик. Я обязательно в этот магазинчик доберусь. Выберу там каких-то пару товаров. Попробую найти их на Алиэкспрессе и сравнить стоимость. Конечно же, если вам будет интересно, то подписывайтесь. Оставайтесь на канале. И, конечно же, оставляйте свои комментарии. Потому что, может, у вас есть вопросы, какие-то пожелания, предложения. Будем читать, смотреть и принимать к вниманию. Ну и, конечно же, отвечать. Спасибо вам за просмотр этого видео. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok